Владимир бросил курить два года назад. Он уверяет, что жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Все изменилось, да, все хорошо. Моржеванием занимайтесь, купайтесь побольше. А вот Александр Самохин признается, с этой вредной привычкой не расстался. Работа, говорит, слишком нервная. А вы курите? Ну так, бывает. То есть балуетесь? Естественно. Почему естественно? Вы знаете, что это очень вредно? Знаю. И вас это не останавливает? Бросить тяжело. Ну а что мешает? Работа, нервы. День отказа от курения Юрий Ульянов поддерживает. Он ярый противник никотина. И сам пропагандирует здоровый образ жизни. Стараюсь всю жизнь как-то людей немного от этого отучить. Хотя это очень тяжко, людей отучить от этого. Ну ничего хорошего в этом нет. Это плохая, вредная привычка. Это просто привычка дурная, от которой очень тяжко избавиться. Хотя я знаю, масса знакомых у меня побросала курить. Но все равно много очень не могут бросить. Хотя хотят, но у них как-то не получается. А между тем, статистика неумолима. Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти порядка миллиона россиян. Курящий человек умирает в три раза чаще от ишемической болезни сердца. 60% мужчин в нашей стране являются заядлыми курильщиками. Каждая десятая женщина курит. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей от рака легких. 73% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни. О том, что привычка эта приносит только вред, пожалуй, знают даже дети. На любые сосуды, в любом органе действует курение. То есть происходит спазм сосудов. И где бы сосуд ни был, этот орган страдает. Почки, глаза, обязательно нижние конечности сосуды, нижние конечности и сердечно-сосудистые системы в первую очередь. Вред, наносимый никотином, давно доказано. Вот антистрессовое влияние сигарет не нашло своего подтверждения. Даже наоборот. При этом данная привычка запускает необратимые процессы в организме, ведущие в итоге к инвалидности или того хуже. Некоторые люди считают, что одна сигарета в месяц или полгода не повредит здоровью. Врачи спешат развеять этот миф. Не бывает такого, что один раз в месяц он покурил, и все, он бросил. Нет. Изменения уже пошли. То есть даже если это один раз в месяц, спазм сосудов происходит, начинается заболевание. Уже пусто пошел. Он может один раз покурить, и на следующий день у него будет инсульт, инфарк. То есть такое тоже может быть. Все больше людей стали обращаться в специально организованные кабинеты, где специалисты помогают бросить курить. Здесь учитывают стаж курильщика, изменения, произошедшие в организме, и мотивацию. На основании этих данных выбирается терапия. Таблетки, пластырь или жевательная резинка. При этом проводится обследование всего организма. И не курите больше, и не пейте. Бегайте. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».